Пермский аэропорт заплатит штраф за игнорирование УФАС. Пермоэнергосбыт ужесточает работу с должниками, будет увеличено количество рейдов по ограничению режима потребления электричества. О самых важных и интересных событиях готовы рассказать и мы. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. В Березниках неизвестные обстреляли пятую школу. В момент происшествия в образовательном учреждении находились дети. Стрельба раздалась накануне. Кто-то из пневматического оружия обстрелял окна пятой школы. Результат – разбитые вдребезги стекла, но не везде. Где-то остались пробитые насквозь следы от пуль. Оказывается, полицией уже зафиксированы три случая нападения именно на эту школу в последние дни. Директор учреждения так прокомментировал происшествие. Это было разовое. А разовое-то как? Ну, в смысле, пульнули и пульнули. Никто не оставил ни адреса, не оставили, не оставили год рождения, ни фамилии, ни имени, ни отчества. Полиция занимается. А в школе велись в это время занятия? Да, велись. А почему не был прекращен учебный процесс? А почему будет прекращен учебный процесс, если тогда было прострелено только один раз? Один раз выстрел был произведен прямо во время уроков. В школе находились сотни детей. А позже, уже вечером, преступник бомбардировал оставшиеся окна. Так продолжалось три дня. И только после всех обстрелов в полицию поступило заявление. Данный факт был зарегистрирован в дежурной части межмуниципального отдела МВД России Березняковский. На место происшествия была направлена следственная оперативная группа. В настоящее время устанавливается подозреваемый в совершении данного деяния. А по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ. Полицию заинтересовало, почему сразу после первого выстрела в школе не эвакуировали детей. Ведь эта пуля могла быть предупредительной. Екатерина Федорова, Степан Некрасов, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Огонь, вода и новые трубы. Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждались вопросы пожарной безопасности и тепловодоснабжения города. Какие решения принимались чиновниками, чтобы Березняки не протрубили на всю Россию провалом отопительного сезона? В репортаже Дмитрия Сидельцева. Добрый день всем. Давайте начнем нашу работу по протоколу. В протоколе заседания КЧС значилось всего четыре вопроса. И первый из них – сейсмическая обстановка в городе. Ученые и представители МЧС заверили, что все спокойно, и даже недавнее землетрясение вблизи Екатеринбурга не пошатнуло почву под нашими ногами. По данным сейсмологических наблюдений, последствий от этого землетрясения на территории города Березняки не наблюдалось. Однако на этой позитивной ноте доклад главного пожарного Березняков не закончился. Он напомнил присутствующим о проблеме с неработающими пожарными гидрантами, всплывшей на прошлом заседании. Новая проверка выявила новые проблемы. Общее замечание – это по отсутствию указателей и пирамид на данных сооружениях. Вот поручение, которое было дано службе благоустройства, по очистке проездов и подходов, я думаю, что оно вряд ли будет в зимний период выполнено, потому что не найдут. Раздав поручение исправить недочеты пожарного водоснабжения, спикер комиссии перешел к вопросу снабжения города теплом. Энергетики отчитались о победоносном окончании проектирования перемычки между 10-й и 4-й ТЭЦ на случай разрушения действующей теплоцентрали из-за оседаний в опасной зоне. Но сроки начала самого строительства назвать так и не смогли. Старту проекта мешает отсутствие горно-геологического обоснования по одному из участков прохождения новой теплотрассы. Чтобы уложиться в сроки, энергетики предложили комиссии сделать оригинальный ход конем. Сроки получения обоснования сократить, а оплату отложить. То есть ГГО мы хотели бы получить раньше оплату по гарантийному письму. Я думаю, что бесплатно нам он никто не сделает, поэтому зарплаты моей не хватит. Так я готов был с ней расстаться. Но жертвовать своими кровными ради общего блага руководителю БСК не пришлось. Спикер комиссии пообещал принять личное участие в переговорах с институтом Галургия. И возможно на следующий КЧС мы услышим отчет о реальных успехах в обеспечении безопасного теплоснабжения города. Дмитрий Сидельцев, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Продолжу выпуск. И вновь говорим о победах. Наша телекомпания признана лучшей на Всероссийском фестивале созвездия мужества в краевом этапе. Высшую награду мы получили за освещение работы краевого МЧС. Награждение проходило в Пермском доме офицеров. Величественные трубы военного оркестра открывают торжественную церемонию. Каждый сидящий в зале человек в погонах уже герой. На счету каждого спасенные жизни. Из рук генерал-майора Олега Попова заслуженные награды получают образцовые начальники пожарных частей. Командиры караулов. Самые отважные пожарные. Березняковские огнеборцы победили в номинации лучшая команда по пожарному биатлону. Однако приехать на церемонию не смогли. Работа не отпустила. Березняковские пожарные, это первый отряд федеральной противопожарной службы, является одним из лучших отрядов не только Пермского края, но и Приволжского, Федерального округа и России в целом. У вас очень сильная и мощная пожарная охрана, которую возглавляет опытный руководитель Владимир Иванович Треногин. Спасибо со сцены было адресовано не только профессиональным спасателям. Этот 10-летний паренек из села Бершеть уже получил медаль за отвагу на пожаре. Почувствовал запах дыма, он разбудил всех соседей и свою бабушку, вызвал огнеборцев и самостоятельно стал тушить пламя. У нас было дома два ведра, господа. И набирал воду в ковшик и тушил. Главное – держать себя в руках и не подняковать. Потому что будешь паниковать, у тебя ничего не получится. Лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Созвездие мужества» стали и мы. Среди сюжетов десятков телевизионщиков лучшей работы был признан специальный репортаж Евгении Кокшаровой и Льва Собурова о работе девятой пожарной части. Этот год для сотрудников первого отряда Федеральной противопожарной службы особенный. Наша съемочная группа почти сутки провела с огнеборцами. Журналисты побывали на страшных возгораниях. Показали, как эти смелые люди проводят свободное время в перерывах между выездами. А самое главное – рассказали, что же движет этими бесстрашными людьми. В жизни это обычные мужчины, у которых семьи, которые занимаются спортом на смене – это настоящие ангелы-хранители нашего города. И пока они работают, город может спать спокойно. Кстати, после нашего репортажа даже один из операторов захотел пойти в МЧС, но мы его быстро отговорили, так как такие люди нам самим нужны. А между тем наши ребята пообещали, зрителей ждет еще не один репортаж о работе МЧС. Ведь задача телевизионщиков – рассказывать о смелых людях, готовых трудиться самоотверженно и беречь наш покой. Елена Вавилова, Лев Собуров, новости на ТНТ. Осень, как известно, пора свадеб. Холода – не помеха для двух любящих сердец узаконить свои отношения и отметить самый волшебный день в своей жизни. Однако у влюбленных пар голова идет кругом от трудоемкой организации торжества. Александра Лимонова подскажет, где помогут сделать свадьбу незабываемой и что такое wedding day. Скоро, уже совсем скоро. Такая волнительная и важная дата. Столько всего еще нужно успеть. Вы невеста? Тогда ликуйте. Грядущее воскресенье – это ваш день. Свадьба – это такой момент, в котором нужно знать все. Здесь нет мелочей. И вот для этого мы организовываем такое мероприятие, где собираются все специалисты, где приходят женихи и невесты, где можно более подробно все узнать, все посмотреть. Стильное оформление – это очень важная часть праздника двух влюбленных. Какие сегодня есть новинки в свадебном декоре, какие свадебные стили – самые-самые. Wedding day – откроет все секреты. Самый волшебный день в своей жизни вы будете вспоминать снова и снова, глядя на яркие и сочные фотографии. Хороший фотограф – немаловажная часть свадьбы. Выставка соберет самых лучших мастеров своего дела. Вот здесь в это воскресенье лучшие свадебные ведущие, артисты и вокалисты покажут свое мастерство. А вам останется только выбирать. А еще здесь состоится зажигательный мастер-класс по свадебному танцу. Ой, а что это такое у вас? Готовимся к фуршетам. Кстати, голодными вы точно не останетесь. Шеф-повар угостит вас кое-чем вкусненьким. Приходите к нам. А потом можно будет... Нет, не уснуть. А выиграть сертификаты на свадебные услуги. Например, аренду этого прекрасного номера для молодоженов. У нас будет на что посмотреть, попробовать. Будет много полезной информации и, конечно же, подарков. Итак, влюбленные пары. Те, кто уже планирует счастливую семейную жизнь и красивое свадебное торжество. Не пропустите уникальную бесплатную возможность узнать о свадьбе «Все». Регистрируйтесь по телефону или в группе ВКонтакте. Приходите в ресторан «Арбат». Только 25 октября в это воскресенье. Wedding Day – это ваш день. Александра Лимонова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждут прогноз погоды и проект «На 10 лет моложе – это реально». А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Спонсор прогноза погоды – компания «Формула тепла». Оборудование для создания хорошей погоды в вашем доме. Отопление, водоснабжение, канализация – все по лучшим ценам. Швейников 1. Спонсор прогноза погоды – фирма «Триада». До конца ноября скидка 15% на изготовление шкафа копы и доставки. Сборка бесплатна. Подробная информация на сайте «Триада Березники» в разделе «Новости». Спонсор прогноза погоды – салон «Термолюкс». Город Березники. Улица Швейников 1. Соликамск. Улица Всеобуча 164. В четверг в нашем регионе сохранится устойчивая погода. В Березниках 22 октября малооблачная погода, осадков не ожидается. Ночью около 4 градусов со знаком «минус», днем от 0 до минус 2. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. В четверг солнечная активность умеренная. Магнитное поле слабо возмущенное. Грандиозное снижение цен в формуле тепла. Инфракрасные обогреватели от 2200 рублей. Конвекторы от 1100 рублей. Тепловые пушки от 1800 рублей. Тепловые завесы от 1800 рублей. Звоните 20 10 50. Город Березники. Швейников 1. Фирма «Триада» быстро и качественно изготовит любую корпусную мебель по вашему желанию. Материалы и фурнитура по оптовым ценам. «Триада». Моделируй свой комфорт. Внимание, внимание! «Термолюкс» предлагает дымоход за 80% от стоимости. Наши адреса – Березники, Швейников 1, Целикамск, Сёбуча 164-2. «Термолюкс» – мы дарим вам тепло.